У вас всегда так? Сначала мы доставляем, потом все фабрикуем или как? Да, да. Зашибись. Мне здесь тыкать не надо. Тогда служи. Вы тыкать будете в тюрьме. Служи тогда. Понятно? Ты что, меня уже определила, что ли? На основании инструкции, фото и видеосъемка в отделе полиции запрещена. В случае невыполнения вами, моих законных требований, вы будете привлечены к ответственности по статье 19.3. Вы обманываете все общество, понимаете? Своими видеороликами. То есть от подписи вы отказываетесь. Будут приглашены два полиции, в присутствии которых будут заверены настоящие изменения. А вы в нормальном состоянии? В тресном? В хорошем. В хорошем для вас или в тресном? В вас не должно было. Снова Тверь. Московский отдел полиции. И перенесли рассмотрение административного протокола по 20.6.1. Андрей Борисович сейчас подъедет и на него опять будут пытаться составить протокол. Но с ним пойдет теперь очень хороший, грамотный адвокат. Здравствуйте. На основании закона о полиции, статьи 13. Да. Граждане обязаны соблюдать пропускной режим здания и сооружения УВД. Да. Мне просто пропуск не выписали. Меня пропустил дежурный. Причем здесь пропуск. На основании инструкции, фото и видеосъемка в отделе полиции запрещена. Инструкции или федерального закона? Инструкции. Внутренней инструкции. Ну так, я бы не против. Ну видите. Но ваши инструкции исполняете вы, а не граждане, которые подчиняются законам Российской Федерации. Да, я его пользую. Я понял. Ну вот, я не служу в полиции. А ты меня предупредила о съемке? Давайте ходатайся. Ты меня предупредила о съемке? Давайте ходатайся. В рамках чего ты снимаешь видео? На основании инструкции, фото и видеосъемка в отделе полиции запрещена. Права защищать все листовы, не помню. Во-вторых, при рассмотрении открытого дела об мусоративном правонарушении, запускается аудиозапись, фото и видеофиксация разрешается с письменного разрешения. Я вам такое разрешение не дамала. В случае невыполнения вами, моих законных требований, вы будете привлечены к ответственности по статье 19.3. В силу закона о полиции, статьи 8, ваша деятельность публичная и гласная. Да, публичная. В силу статьи закона о полиции, 50-й, я как гражданин и лицо, привлекаемый якобы за какое-то правонарушение, имею право ввести, скажем, гражданский контроль. Мы будем бодаться по закону или... Мы по закону с вами сейчас общаемся. Нет. Я вас предупредила о том, что вам видеофиксация запрещена. Вы отказываетесь выполнять законные требования? Пожалуйста, предоставьте нам законность. А запрете видеосъемки. Вы вот для чего телефон поставили? А вам тоже не разрешалось включать видеозапись? Вы являетесь также участником процесса на данный момент. Вы, кстати, принесли доверенности на ваших представителей, защитников? Да, вот оно. Вот его доверенности. А, тогда я попрошу вас покинуть данный кабинет. Все. В отношении гражданин Андрея Борисовича возбуждено административное расследование по статье 20.6.1 КОАПРР. А именно, 16.11.2021 года в 15 часов 2 минут находился в общественном месте торгового центра Рио, расположенного по адресу площадь Гагарина, дом 5, без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. В настоящий момент будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 КОАПРФ. Вам ваши права понятны? А вот я не знаю, согласен. Да, Андрей Борисович? Андрей Борисович? И вам в том числе. Вам же тоже объяснялись ваши права, как защитнику? Нет, нет. Хорошо. Место работы и должности. Размер заработка. Прошу секунду. Две минуты подождите. Так, значит, сотруднику полиции Константину РВА от Андрея Борисовича. Адрес для уведомления Е655. КХ Собака Яндекс.ру Ходотайство. С кляпом на моем лице, с кляпом, мне неудобно говорить. Ввиду этого за меня будет с вами взаимодействовать мой защитник. Все вопросы, адресованные мне, адресуйте моему защитнику. По ордеру номер такой-то, который имеется в данном деле. 16.04.22.11. Вот пись автограф. По факту взаимодействия от его лица и его защитника по ордеру, ввиду того, что на его лице находится кляп, на все вопросы, адресованные в его адрес, будет отвечать его защитник отказать. В связи с неподтверждением указанной информации в ходотайстве, так как кляпом считается кусок дерева или тряпки, насильно всовываемый в рот животному или человеку, с тем, чтобы лишить его возможности кусаться или кричать. Протокол об административном правонарушении. 22 ноября 2021 года. Город Двери, улица Ротмистерова, дом 33. Инспектор ГИАС Московского отдела полиции МВД России по городу Твиде, старший лейтенант полиции Константинова Виктория Александровна. В соответствии с правами, представленной статьей 13 Федерального заказа... Все нарушения, которые вы видите в моих действиях, вы можете обжаловать в суде. Я сейчас вас спрашиваю, будете писать какое-либо объяснение? А у нас есть фотоаппаратик. Более того, вы рассказываете о том, что вы разъяснили права и обязанности. Вы росписи под этой татьюре вообще не... Да, там есть документ, где он ознакомлен. Сейчас. Да, это в протоколе будет поставлена подпись, что со статьями он ознакомлен. Я это вам озвучила. Подпись ему будет ставиться в протоколе о том, что со статьи ему разъяснены права и обязанности. Какие у меня обязанности? Соблюдать права и свободы граждан. А где здесь граждане? Честь и достоинство сотрудников полиции. Вот это обязан соблюдать гражданин. А где это прописано? Вот я вам сказала, что видеозапись здесь запрещена. Вы заявили мне ходатайство о разрешении вам проведения видеозаписи? У меня есть такая обязанность? Да. Это прописано в кодексе об административном правонарушении. Вы письменного ходатайства о разрешении вам видеофиксации не подавали. Значит, видеозапись в процессе рассмотрения вам запрещена. Я вам указала статью, на основании которой видеосъемка разрешается с разрешения должностного лица рассматривающего дела. Трансляция, я, трансляция, видео... И видеозапись. Где? Я там не услышал. Вам еще раз прочитать. Что там именно заявить ходатайство? Человек подписывается, что он ознакомлен со всем. Хотелось бы ознакомиться с сертификатом на вот сзади, который вы используете. Сегодня 16-е, 11-е. Я нахожусь рядом с торговым центром Брио, город Вель. И скоро, как говорят правительство, рассматривает какой-то проект. Обязательно... Нарезали вы свои ролики, обманывая граждан и общество. Я предупреждаю их об ответственности, о том, что на территории распространяется коронавирусная инфекция, о том, что вы совершили это правонарушение, о том, что за оскорбление и клевету предусмотрена ответственность. Вы обманываете все общество, понимаете? Своими видеороликами. Что ты несешь? В своих видео я обманываю общество. Я снял пункт вакцинации с антисанитарией. С этого все и началось, когда нас, точнее Андрея Борисовича, доставили в отдел по 26.1. Антисанитарные нормы. Привлеките их. Пришлите туда Роспотребнадзор. Нарушение постановления главного санитарного врача. 50 метров квадратных, не более 5 человек. Там толпы народов. О чем вы говорите? Прошу привлечь их в первую очередь. В чем я обманываю общество? Не обманываете ли вы? Ну, как-то односторонний диалог вы ведете, если чешу. А человек отказывался подписывать документы ввиду того, что в определении о возбуждении дела в совершенном нарушении ставится подпись. Для начала, то, о чем вы сказали, он у вас попросил данные документы предоставить. Вы отказываетесь. А сейчас от гражданина требуете показать, где это написано. Где сказано, что я отказываюсь предоставлять ему какие-либо документы? Он со всеми документами должен опомнить. С какими? С постановлениями и вашими внутренними регламентами? При чем здесь регламенты, если мы сейчас говорим о деле, об административном правонарушении? Я вас с самого начала не помню, что ли? Ну, просто старший лейтенант некомпетент в моем мнении. А с вас опять наступают инвалидные отношения, унижение чести и достоинства предусмотрена ответственность. По статье 319 УКР. Да успокойся ты, подай и напиши рапорт на начальнику и все. Расслабься. Хорошо. Будьте легче. Мне все хорошо. Мне не тяжело. Это ваше право. Ознакомиться с материалом дела. А нужно ли посоветствовать у нас? Что? Такойчик. Ну, чтобы под диктовку у вас удовольствоваться. Пожалуйста. Вы будете подписывать? Внесенные изменения. А что там? Дата рождения была неверно указана. 21? Да. Вы будете подписывать? За меня ответит мой защитник. Нет, он не может за вас ответить. Я спрашиваю вас. Ваше ходатайство не было удовлетворено. 51 статья. То есть от подписи вы отказываетесь. Будут приглашены два конъюты, в присутствии которых будут заверены настоящее изменение. Я не просто... Зайдите, пожалуйста. Потом на это самое. В отношении данного гражданина было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного обслуживания. По факту статьи 20.6.1, часть 1, кодекса об административном правонарушении. В определении была допущена ошибка, а именно неправильно указана дата рождения данного гражданина. Данный гражданин от подписи в изменениях отказался, поэтому в присутствии двух понятых будет сделана соответствующая запись. Парни, могу ли я ваши документы взбернуть? Они не обязаны вам предоставлять документы. Какое вы... что вы за лицо, что вы требуете чужие документы? Вы административно задержанные, да? Ну, снизу вас, да, из камеры достали? У меня нет. Нет? И документов нет? Ну, я особо не нашу до чего мне документы. А у вас есть? У вас же, у меня нет. Понятно. А вы в нормальном состоянии, в тресном? В хорошем. В хорошем для вас или в тресном? У вас не должно быть. Ладно? Да. Ваши подписи, пожалуйста. Пожалуйста. Подадите теперь, пожалуйста. Ваши данные. Соколов. Соколов? Пожалуйста. Ваши данные, пожалуйста. А вы случайно на спирталон заводе работаете? И там тоже я. Понял бы. Просто от вас хороший запах такой. От меня тоже нет? Сыков. Согласен. Выгодно привлекать Андрея Борисовича, привлекать меня, 26.1. Но, чё ж ты, сотрудник полиции, не сделала замечания своим понятым, которые пришли непонятно в каком виде. Они были без маски. Составляя протокол по 26.1, по нарушению СИЗ, я усматриваю в этом халатность. Почему ты им не сделала замечания? И я прошу привлечь этих понятых, которых ты притащила, привлечь их по этой же статье и составить на них протокол. Прошу рассматривать это как официальное обращение. Видео прилагаю. Я в своих роликах обманываю людей. Недавно при рассмотрении административного протокола зашел, я так понимаю, сотрудник полиции, потому что товарищ майор, целый заместитель, гражданин майор, обратился к ней с просьбой выйти. Она была без маски. Прошу привлечь ее за то, что она нарушила постановление губернатора и тем самым подвергла опасности распространения инфекции. Замечания сделайте? Сделайте замечания. Александр, будьте, пожалуйста, мы разговариваем просто. Почему вы им сделали замечания? Потому что она без намордника была. Мне делайте замечания. А также, случайно прогуливаясь по коридорам вашего заведения, ОМВД, большая часть сотрудников, ну половина точно, ходит по коридорам вообще без масок. У меня есть видео, вам его публиковать? Или вы сами привлечете своих? Привлеките их, они находятся на работе, в рабочем месте. Нарушают постановление губернатора. Будьте образцом, то, что народ ждет от полиции. А вы стряпаете протокол, выхватывая граждан с торговых центров. На себя составьте, будьте честными, не обманывайте общество, товарищи полицейские. Вы обманываете все общество, понимаете? Своими видеороликами. Протокол осмотрен, все изменения внесены. Материал будет направлен в суд для рассмотрения по существу. О дате времени и месте вас уведомит суд. По электронной почте. Я говорю, в качестве адвоката вы можете и вам понадобитесь. Я лично. А что вас там? Вот приглашают ознакомливаться, меня с твоим делом. Мы это сделаем. Ознакомливаться с делом? Да, у меня что-то хотят возбудить. Сидели, сидели, думали. Не думали, что ходить сейчас, естественно. Сейчас все расскажу. Все равно страшно. Но я не хочу воспользоваться. Конечно, восхожусь. Недолго думая, посмотрев ролик на ютюбе, ну, наверное, ролик, как утверждает Старлей, что я обманываю общество, посмотрел, что я сижу за столиком без маски. В торговом центре, в кабинете вакцинации, там, где было написано, что маску надевать перед вакцинацией. Без маски можно, но маску надо надеть. Начни работать с ним. Ну и почему бы не составить на основании моего видеоролика протокол на меня? И тут меня пригласили в кабинет. Поэтому я уверен, продолжение будет. От вас, подписчики, ждем комментарии, ждем лайки. Это помогает ютюбу продвигать ролик, чтобы его больше посмотрели людей.